Приветствую всех на этом видео. Так как девятый эпизод Ходячих слились за неделю до официального показа, обзор сделал я уже давно и остается пустая неделя. Вот я и решил снять обзор какого-нибудь нового шоу. Две недели назад, ну, уже чуть больше, на Netflix вышло Королевство, которое по описанию мне показалось чем-то, мягко говоря, странным. Потому просмотр я откладывал и откладывал. Вчера я целиком глянул все шесть эпизодов данного творения корейцев, и мне очень сильно понравилось это шоу. Поэтому, собственно, сейчас вы смотрите это видео. Ну а это, между прочим, обзор первого сезона Королевства. Давайте начнем. Сначала начну с сюжета, который опишу сначала с минимальным количеством спойлеров, но потом уже, если захотите глянуть сие произведения, то выключите видео и пойдете наслаждаться этим шоу. Все события происходят в Чонсоне, средневековой Корее. Наследный принц, имя которого, вроде как Лич Хан, просто имя не запомнил, а в разных источниках имена разные, поэтому я взял его с кинопоиска. Захотел проведать своего болеющего оспой отца, но его не пускали в его покой по каким-то идиотским причинам. Тот решил узнать, что вообще случилось, и попытавшись пробраться в покой, заметил какое-то чудовище, после чего срочно покой и покинул. В то же время, этого самого принца обвиняют в измене родины, и тот сбегает со своим слугой, дабы понять, что случилось с его отцом, ну и позже оправдать свое имя. Отправляется он в сельскую больницу, чтобы встретиться с бывшим врачом отца. Все, дальше будут спойлеры и конкретика, так что если хотите глянуть это шоу, то выключайте видео. В общем, на деле оказывается, что отец-то давно скончался, но его возвращает к жизни, вроде как местный антагонист Чохаджу, воскрешающий травой. Бывший правитель становится плотоядным мертвецом, которого на протяжении долгого времени скрывали, и давали ему на съедение слуг и служанок. Тот самый врач правителя приезжает в свою деревню, везя с собою съеденное тело одного из слуг. В том поселении лютый голод, больные не могут выздороветь из-за того, что не едят. Атмосфера этого была отлично передана, хоть тогда и не было никакого апокалиписа, но жизнь для тех людей была очень тяжела. Один из болеющих решает тайну для всех приготовить этого самого съеденного бывшим правителем человека, что он и делает. Люди, едя вкусную по их словам похлебку, вдруг начинают падать и умирать. Кстати, тот, кто сварил этого чувака, впоследствии станет одним из основных персонажей. Правда, вот имена. Их в этом шоу запомнить сложно, у корейцев с этим проблемы, так что мне будет сложновато. И заранее изменяюсь, если где-то оговорюсь или что-то подобное. Следующая проблема шоу кроется в том, что тут какой-то косой монтаж, ну или планировка событийная, очень вялая. Вдруг почти резко начинается ночь, и казалось бы, мертвецы начинают восставать. Они быстрые, злые. В общем, по всем канонам корейских фильмов про зомби, как в том же «Поезде в Пусан». Кстати, отличный фильм, всем рекомендую. Тот самый пациент с одной из санитарок в это время были в хлеву, так что смогли спастись от напасти. Вообще, вот этот момент, на мой взгляд, был отлично показан, атмосферу жуткую наши азиатские друзья держать умеют. Далее, все крутится вокруг того, что попавшие туда наследные принц и Му Йонг, ах да, того пациента, кунг-фуиста, вроде как зовут Йонг Шин, если не ошибаюсь. Поправьте, если что, самому уже интересно, как его черт возьми звать. Так вот, попавший туда принц и Му Йонг находят почему-то спрятанных под домами тела и начинают дальше разыскивать врача, попутно разбираясь в том, что вообще случилось. Сюжет местами у шоу сложный, непонятный, иногда приходится момент смотреть заново, чтобы понять, что к чему. Ведь в этом шоу столько всего, что я до сих пор удивляюсь, как это удалось запихать в шесть мать его эпизодов, причем умело запихать. Да, первые два эпизода могут показаться нудноватыми, но после начинается самое интересное и захватывающее. О появлении зомби никто не знает, так как днем они валяются, как обычные вертвецы. Они активны лишь ночью, на рассвете прячутся от солнца и как бы ложатся в спячку. Да, такие они необычные, что приносит свое. Мне, как любителю каноничных ромеровских медленных и разлагающихся додиков, такой подход смог понравиться на удивление. И привык ко всему этому я так же почти моментально, где-то спустя половину эпизода, где показывали нам зомби более-менее нормально. В первых двух эпизодах, если что, их почти не было. В общем, кроме выживших санитарки Йонгшина и мудака Чоха Джунни, кто о мертвецах не знал. Да и то последний думал, что «изменившийся в кавычках правитель такой один». А когда тела, найденные в сельской больнице, привезли к дому суди, то начинаешь понимать, какая задница сейчас произойдет, если потемнеет. Там оказываются почти все наши герои, в том числе и эти двое выживших в той больнице. Они пытаются объяснить, что это не вертвецы. Они живы, но никто им не верит до наступления темноты. Вообще, в подобные моменты в этом шоу всегда, во время наступления ночи, начинают мурашки по коже идти от понимания того, что персонажам сейчас будет весело. Все это нагоняло жути. Да и если учесть то, какие опасные тут зомби, то становятся не по себе вдвойне. Это вам не ходячие из ходячих, которые берут в основном только количеством. Все сцены, где мертвые восстают и начинают массово всех бегать и хавать, выполнены отлично. Этот хаос в деревнях, когда ничего не понимающие, люди начинают убегать, прятаться, а их все равно съедают их же дети, которых укусили буквально таки минуту назад. Весь этот хаос, опять же, передан замечательно. Абсолютно все стычки с зомби в этом шоу были опасны для персонажей, и ты не ощущаешь, что все это фальшиво и тому подобное. Здесь мертвецы опасны, никто не знает почти как с ними быть, и это было обалденно. Но, опять же, главным врагом для наследника остается Чахаджу. Стычка с его людьми и с ним все же случается, и оба моменты также сделаны хорошо. Постоянно ты насторожен, а вдруг кого-то сейчас убьют, особенно волнуешься за главных персонажей. Самая такая волнительная сцена в шоу, где принц, Му Йонг и Йонг Шин везли телегу с ранеными людьми в их временное убежище, а зомби уже бежали за ними. Когда я смотрел этот момент, ладони буквально-таки вспотели от боязни за персонажей, особенно в этот момент. Уж я-то подумал, что все, Му Йонгу хана, но он смог встать и дальше побежать с делегой. Это была самая такая запоминающаяся сцена со стычкой с зомби. Финал же сериала определенно удивил. Зомби начали свою атаку во внезапно появившемся тумане. А что из этого выйдет, узнаем уже во втором сезоне. Вообще, я удивлен, что можно было слепить такую годноту, приплести ко всему этому политические измены и тому подобное, при том еще и создать свою неповторимую атмосферу, совсем иной зомби-эпидемии и хаоса. Да, определенно есть минусы, но они частично-таки субъективные. Имена запомнить вообще невозможно. Если бы не Википедия, я бы вообще сейчас сломался во время написания обзора. Иногда все же смущала и путала меня линия Чохаджу с будущим наследником, с которым я вообще не понял, что случилось. То ли родился мертвым, то ли еще что-то. Непонятно. Непонятны и те моменты, когда нам делают перемотку на ночь, но персонажи продолжают один и тот же диалог, стоят на тех же местах и ничего не меняется. Разве что просыпается зло в виде зомби. Я даже не знаю, на что это списать. На кривой монтаж, неправильно поставленную идею или на что-то другое. Ну, в голове не укладывается этот момент. Если кто-то понял, как это все задумывалось и устроено, то, пожалуйста, объясните. Также первые два эпизода, которые хоть плохими и не были, могут оттолкнуть зрителя своей затянутостью и почти полным отсутствием зомби. Что также оттолкнет людей, которые пришли смотреть именно на сериал про зомби-апокалипсис. Как это было со мной, но меня это не оттолкнуло, наоборот, даже заинтересовало. Но я уверен, что большинству такой момент не угодит. Дальше же начинается уже годнота, вплоть до финала сезона, но это тоже своеобразный и в принципе весомый минус. Это весьма необычное шоу, которое мне определенно зашло, получает законные 8 баллов из 10. Ждем второй сезон, а ему точно быть, во-первых, потому что авторы сделали клиффхенгер, рассчитывая на продолжение, а во-вторых, шоу официально продлили. Так что ждем, первый сезон очень сильно впечатлил, думаю, второй будет не хуже. По крайней мере, очень сильно на это надеюсь. Ну а как оцениваете этот сериал вы? Напишите свою оценку в комментариях или проголосуйте в вопросе сверху. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, а также оставить комментарий. Не забываем о группе во ВКонтакте, там я выкладываю инфо о канале, в группе появляются мемы, касающиеся канала и ходячих. Так что подписываемся, ссылка в описании. До скорых видео!